Мы должны перетянуть на свою сторону, перетянуть в том смысле, что получить поддержку, получить доверие той части нашего общества в первую очередь, которая разделяет западные демократические ценности по разным оценкам. Вот, собственно говоря, дорожная карта, официальный документ, принятый нашим съездом, дает о сумке от 20 до 30 процентов. Это вопрос того, собственно говоря, к кому мы обращаемся. Вот это вот наша целевая аудитория. Характеристика нашей аудитории – это то, что это определенный, безусловно, имущественный ценз, не побоюсь этого слова, это обеспеченные горожане. Вы говорите о том, что желательно целевой аудитории иметь средний класс. И вот факт в том, что среднеобеспеченный класс, у которого много свободного времени на то, чтобы заниматься политикой, почему-то не приходит в солидарность. А приходят люди, вот тоже находят время. И ангажированные люди приходят, а обеспеченные нет. Есть две московские проблемы, которые совершенно четко, как вот демонстрировалось из социологии Левада-центра, опубликованной в начале осени минувшего года, больше всего заботят москвичей. В соцопросе они были обозначены отдельно. Рост цен вообще и рост цен на услуги ЖКХ в частности. Ну, на мой взгляд, эту тематику можно объединять смело. И другая тема – это, безусловно, нелегальная миграция. В Москве огромное количество нелегальных мигрантов. Эти люди являются источниками неприятностей для москвичей. Об этих проблемах мы должны говорить. И на эти проблемы мы должны проводить наши акции. Темы, которые имеют наиболее мощное идеологическое наполнение, идейное наполнение, идеальное наполнение, должны иметь приоритет перед темами чисто шкурными. Например, там, я не знаю, тема защиты архитектурного облика Москвы должна иметь приоритет перед темой повышения тарифов ЖКХ. Тема борьбы с произволом милиции должна быть более актуальной, чем тема борьбы с точной застройкой. Это понятно, потому что в этих темах совершенно явно прослеживается наш идеал. Акции вроде 19 января, там, с драками с милицией, со скандированием «капитализм – это фашизм», вот это не соответствует нашей целевой аудитории. То, что там 10 человек что-то крикнули «капитализм», это такая ерунда, не имеющая никакого отношения к делу, что даже смешно обсуждать. Это была акция скорби, акция солидарности, акция противодействия нацистскому террору. И в этом качестве она абсолютно удалась. Мне не совсем понятно, что будет делать солидарность как партия, когда правозащитники будут выходить на площадь разного возраста и пола, а солидарность будет раздавать инструкции и пожелания о том, чтобы никогда не участвовать в несогласованных мероприятиях. Надо первой целью движения, безусловно, ставить участие в выборах всех уровней. Начиная с президентских выборов, начиная через попытку регистрации собственной партии для участия в парламентских выборах. Некоторые наши коллеги говорят, что наша цель – это власть, а права человека – только инструмент для завоевания этой власти. Вот это, конечно, как бы ставит с ног на голову конструкцию солидарности. Одна компания в защиту малого бизнеса привлечет нам гораздо больше человеческих материальных ресурсов, чем 25 пакетов в защиту сомнительных полизаключений. Ставить такие приоритеты, что там, где больше денег придет, там и нужно, не совсем корректно. Все-таки главный наш потенциал – это люди. И главная задача наших акций – это привлечение людей. Была акция, на которой наши коллеги, которые сейчас защищают, что надо заниматься право защитой активно, устроили пикет, где был портрет Аслана Масхадова. Это много обсуждалось, это всем уже надоело. Я это к чему? В интернете был вопрос, как вы считаете, эта акция помогает солидарности набрать очки и стать известной организацией? Поставили она на пользу. 7,7% в интернете сказали, что эта акция была вредна. Мы должны заниматься солидарностью правозащиты именно в плане защиты социальных прав граждан. Право на жизнь, на достойную оплату за труд, на справедливую оплату за труд, на защиту от безработицы. И мы, как большевики, в 2017 году должны гражданам объяснять, что нарушение социальных прав будет продолжаться до тех пор, пока не будет политических реформ. Никакое пускание шариков в воздух и проведение пикетов с количеством от 20 до 100 человек ни к какому демонтажу режима не приведет. Можно в экстренных ситуациях проводить малочисленные пикеты. Это только в том случае, если речь идет об участии в этом пикете как бы знаковых фигур первого уровня. Я сам участвовал в пикете вместе с Борисом. Я не договорил. Участвовали в пикете с Борисом Немцовым, разумеется, именно его я имею в виду знаковой фигурой. Значит, когда арестовали Лимонова, там дали ему то ли 10 суток, то ли 15. Вот если бы Немцова не было, то весь этот пикет не имел бы никакого смысла. Субтитры создавал DimaTorzok